уж с тобой мы всегда можем легко и быстро пообщаться слушай непринужденно и непринужденно вот твоя история успеха и история развития мне на самом деле очень откликается потому что я точно так же как и предприниматель причем такой отчебушный оторви голова во все вкидываемся влазим да и что с этого получаем в итоге что сейчас происходит с предпринимателями такими же немножко чума чечами которые мы да 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 которые рискуют берут делают что-то не получается к чему это вот история твоего опыта в разных предпринимательских до сферах деятельности в итоге привели тебя к сетевому вот история этого предпринимательства не безумно интересует и меня и других слушая ну да никогда бы не подумал что буду заниматься сетевым от слова совсем и по факту я всю жизнь занимаюсь бизнесом в найме никогда не работал и почему я везде успешен был там ну не всегда конечно но в большинстве случаев я всегда тестил гипотезы как ты говоришь правильно мы с тобой чума чечи а чума чечи всегда приходят к результату и по факту у меня было много линейных бизнесов где я тестил гипотезы где-то прогорал да причем так нормально где-то выигрывал но в совокупности я всегда знал что блин надо быть первым вот и это вот история когда занимаешься одним бизнесом как бы все хорошо в принципе к особенно когда в начале ты думаешь что у тебя сейчас попрет да ты как бы начинаешь набивать первые шишки разбираешься в процессах все выстраиваешь вроде бы все хорошо но опять же у меня всегда были линейные бизнесы где были там люди а с людьми работать это отдельная история когда человеку ничего в принципе не я беру и не хочу выходить или какие-то там моменты и постоянно я был всегда в процессе в общем я был и продавец я был игрушек и бухгалтер и так далее так далее вот и получалось так что один бизнес который начинал да он как бы вроде бы хорошо но есть торговля цикличность нет продаж сезонный сезонность да все нет денег надо что-то дальше делать и поэтому был один бизнес потом параллельно открыл 2 3 4 5 перечислили так вскользь что это за направление были смотри у меня были первый первый бизнес это был компакт диски потом у меня были электронные сигареты потом у меня была резина да я на машину продавал резину но это отдельная история тоже веселая потом у меня были приставки потом я машинами занимался перепродажи ну короче вот всегда такая история в общем в торговле есть один плюс когда ты и занимаешься там всегда есть деньги вот и получилось так что по факту как бы все хорошо с деньгами как бы окей все хорошо как бы они есть я там весь такой мажор там в омске своем да везде там бары рестораны и так далее так далее но есть одно но я работаю я получаю я не работаю начинается сбой я не мог себя убрать из бизнес-процессов и получилось какая история что я со стороны начал ну опять же там где-то слышал по телевизору ну как бы я тогда еще книжек сильно много не читал никогда никогда мы реально никогда просто думать никогда ты постоянно были вот в операцион в операционке и пошла история там пассивный доход надо какие-то там инвестиции когда ты типа там вложил и типа ничего не делаешь у тебя все хорошо я начал эти инструменты искать заходила в очень нехорошие проекты как называется пирамидальные тоже испытал этот опыт был опыт да когда я там все положил ну и видеть по все и поперла не разобравшись но это тоже хороший бэкграунд мой вот и потом занимался тоже инвестициями там на фондовом рынке торговал ну короче это тоже сходу туда не за не запрыгнуть там очень много надо учиться и очень долго на самом деле и в один прекрасный момент позвонил мой хороший друг причем мы с ним выстроили взаимоотношения он у меня брал товар как-то ну и вот так вот выстроились у нас хорошие дружеские отношения и он мне предложил горит сани суша есть сервис заходит час на рынок россии вот в омске начинает развиваться у тебя обороты бизнесе увеличится на 25-30 процентов и плюс мы еще с тобой на этом можем заработать денег представляешь можем заработать денег и в операционке где у меня вообще нет времени от слова совсем еще куда-то заходить в какой-то проект на я говорю блин его звали как раз максим благодаря ему да я вот узнал про сетевой вот и получилась какая история деньги говорю макс как бы ну блин вот реально нету времени заходить какие-то еще проекты у меня зацепило одно мое детище даже когда она там да в просадке мой маленький ребенок мой бизнес он допустим магазин магазин да я его так просто аналогию провожу по факту ну я его хочу взрастить чтобы он был стабильным и в принципе любому предпринимателю который хочет развивать свой бизнес на 25-30 процентов оборотку величину просто тупо интересно и у меня тот такой же был интерес игры блин ну давай встретимся не вопрос хотя времени не было совсем выслушал его потому что ну мы мой друг все он пришел и рассказал мне вот как раз про проект юдс и на самом деле меня зацепила просто идея вот у меня в бизнесе всегда работает сарафанное радио вот как ни крути реклама на неэффективно я там очень много денег выкидывал на рекламу она имеет место быть она работает но когда тебе приходит человек когда ты там 50 там 100 тысяч закинула ты человек пришел всего лишь там получилось тысяч 20 заработать с этого ну как бы так себе история вот и меня зацепила вот эта вот идея сарафанного радио мобильного приложения и по факту три вещи вот меня принципа новая это обратная связь я прям кайф с клиентами с клиентами да и причем у меня же сотрудники были они косячили а я в какой-то период времени но узнавал что они накосячили человек уже не вернуть ну просто получил какой-то негатив благодаря тому что сотрудник что-то там не стой ноги стал второе что мне здесь зацепило это то что когда мои клиенты скачивают мобильное приложение они ко мне оцифроваться в клиентскую базу и вишенка на торте что я с этой базой могу общаться по факту мне были соцсети где выкладывал какую-то информацию ну и там люди но особо не смотрят соцсети так пролистываю да если конкретно надо наблюдатели наблюдатели да здесь я мог доносить информацию до человека а тем более у меня ивент был я юдс применил свой бизнес это гелевые шары фейерверки а там постоянно новые какие-то товары новый какой-то у меня там ассортиментом фонтанчики какие-то мы шариков красивые делаем какие-то новые я эту информацию доносил до всех своих клиентов это мне вот понравилось причем картинка красивая срочно описание но это прикольно было но есть один нюанс понятно что это мой друг ну я предприниматель я вот думаю меня вот сейчас пойму да если меня будут смотреть предприниматели а мы любим цифры мы как бы в лирику уже не верим потому что постоянно что-то нам пытаются допродать и вот здесь меня зацепило один момент за каждое слово отвечает цифра и причем у максима же как бы не было линейного бизнеса как у меня и вот вот сама е познакомить меня с предпринимателем которые на этой площадке он горит тебе покажет цифры но будет интересно саж все окей и вот эта вот история когда ко мне приходит предприниматель тем более еще так получилось интересно что мы этому человеку магазин открывали это было я прям вообще я его заочно как бы знал я даже не думал что это он придет если честно вот мы с ним пообщались попили кофе очень так душевно показал мне цифры рассказал и причем не просто показал а открыл так скажем сердце своего бизнеса говорит смотри вот как у меня самого программного обеспечения личный кабинет да как это у меня работало за счет каких инструментариев у меня вот увеличились обороты да потому что ну и так далее так далее так далее и вот в этот момент мне провалилась копеечка я понял что я там буду вот прям вот так вот получил уж и согласилась полностью потому что меня тоже в этом направлении закрыли цифры для моего линейного бизнеса да но мне интересная история как ты вышел на то что сейчас у тебя огромная команда у тебя не просто предприниматели у тебя есть люди и знаем о котором тоже откликается направление бизнеса кто говорит да и сетевой это другая скорость это свобода а ты человек свободолюбил ты человек движения вот как ты перешагнул через себя вы опять же линейный предприниматель он всегда как-то ну против каких-то вот как ты сказал не хочу дополнительные какие-то проекты сейчас очень много времени даромать как ты перешел все-таки вот слушай ну получилось так что когда максим же мне организовал встречу да изначально был же запрос типа давай еще денег заработаем ну и пол и по факту я что увидел что реально крутой продукт окей у меня вокруг были люди предприниматели которым когда мы с ними снимешь всегда общаемся в баньке там с веничком с чаёчком и не только вот и по факту все ищут инструменты я просто понял что это будет реально им полезно ну что это мои друзья и как бы тоже им хочу помочь искренне вот и я понял что я могу им это рекомендовать но вот помешать игру что нет времени и так далее так далее мне когда максиму я говорю слушай интересная тема у меня есть кому это предложить но у меня нет времени этим заниматься и сама модель бизнеса мне откликнулась что говорит саш я профессионал это я твоим людям могу все донести твоя задача просто организовать встречу и вот знакомить людей да познакомить со мной да я как бы им также все по полочкам объясню и самое главное что мне не надо было физически там присутствовать иными словами онлайн рулит все это все было в зуме он мне пошагово объяснил да в общем просто соорганизовывая встречу я им по полочкам буду все рассказывать твоими людям также покажем цифры все получается так как ты становишься моим партнером до сетевой истории а я через максима реферальную ссылку зашел да и соответственно его мои деньги его деньги вот здесь вот рука руку мой да когда есть наставничество и помогает это мне зацепило второй момент в моем окружении и было много людей которые работали в найме а я движовый у меня бизнес и бизнес и бизнес и и вот знаешь что я заметил что все люди в найме хотят заработать денег в найме есть хорошие деньги блин но это все равно карьера твой век так скажем ограничен они все искали инструменты и по факту у всех есть знакомые предприниматели потому что они когда ко мне обращались гриша помоги нам чем там какой-то бизнес организовать ну есть один нюанс у них нет больших средств для меня вложение в бизнес там от миллиона выше это нормально да это норма для них ну сейчас какая история все закредитованные там и так далее так далее нет средств и каким открыть бизнес они это адекватно понимали и вот вот в такой вот ситуации дожили как бы ну любовались моря как я двигаюсь вот и по факту я им мог тоже эту модель бизнеса предложить почему потому что есть точка входа и она очень маленькая для бизнеса там да но не будем озвучить цифры я правильно тебя понимаю что человек неважно там в найме в какой-то сфере деятельности да он может обратиться за опытом к таким как ты предпринимателям чтобы научиться здесь вести бизнес да а предприниматели которые уже ведут свое например какое-то дело могут рассмотреть программное обеспечение и для своего линейного направления совершенно верно и как вариант то есть как и меня затянуло что нас с тобой заинтересовало до чтобы выпрыгнуть из этой операционки и масштабироваться другими ресурсами да да именно именно так потому что идея почему я вообще зашел в сетевой проект ну еще раз вот опять же три вещи мне зацепило во первых это может подойти и обычным людям и предпринимателям потому что у каждого есть это и знакомые в бизнесе да и плюс такие же люди в найме которые или самозанятые которые ищут развитие второе я был уверен что эти люди сто процентов заработать потому что в этом бизнесе вот реально невозможно потерять деньги и вот это мне цепануло моем бизнесе постоянно вкладывал вкладывал большая операционка там расходная часть я не мог не заниматься и здесь же мне зацепило что это разовая инвестиция и в том плане ты вложился все маленькие можешь деньги или большие деньги до . входа разные для всех людей второе что мне понравилось уже 3 до 3 понравилось что есть остаточный пассивный доход вот о том что я мечтал когда ты разово сделал работу и потом каждый месяц получаешь небольшие деньги сказано в мать и система тематически да и причем у тебя сегодня там два человека потом десять потом тысячи да вот сейчас у меня больше 200 партнеров в бизнесе и я со всего их товароборота получаю процент ежемесячно я могу сейчас не работать а деньги приходят а дальше больше это как снежный ком как лавины которую не остановить и самое интересное что вот в этом окружении когда я зашел в это сообщество я же тоже думал сначала буду продавать предпринимателям как бы заводить на площадку и когда со мной поделились опытом на люди которые в этом бизнесе уже успешные и рассказали что как бы 22 бизнеса один линейный да когда ты купил продала 2 когда ты выстраиваешь вот эту сеть дистрибьюции и это был опять же не просто какие-то слова они были подкреплены цифрами я увидел цифры меня научили меня обучили в моем окружении появились очень состоятельные люди которые закрыли все свои базовые жизненные потребности и они уже просто ну передают вот этот опыт навык как это все делать как не наступать на те грабли как я в линейном бизнесе весь лоб в шишках здесь те горит ней не саж надо вот так вот так правильно поверь мне вот смотри я знаю вот и благодаря максиму да у него уже был этот опыт он мне прям все пошагово делал я причем интересно что я все всю инвестицию вернул за первый месяц дальше чистый отлично все начал читать книги причем мне говорили саш вот тебе вот надо вот маленько вот чуть-чуть вот подправить вот смотри вот в этой книге почитай ты поймешь о чем я говорю все и меня это затянуло я на самом деле книги это никогда особо не читал только в детстве все и тут понеслось книги обучения я увидел вот это бизнес сообщества и тебя начинает эта энергия засасывать вот вот в наше сообщество потому что люди счастливые почему потому что они получили инструмент стать свободными и вот это вот история мне затянуло и сейчас имеем то что имеем как уж у меня на самом деле очень радует я наблюдаю уже несколько лет за тобой да мы достаточно плотно общаемся дружим я вижу тот рост который ты как предприниматель уже сделал и твоя миссия радовать и помогать предпринимательскому сообществу она конечно бесконечно ну и как женщина честно скажу я безумно рада знакомства с твоей женой которая вижу что да есть возможность больше путешествовать выезжать и хочется чтобы вы это время проводили как можно больше вместе всей семьей благодарю спасибо